В имя Отца и Сына и Святого Духа, Вы задаете вопрос о том, очень такой скорбный, что Вы находитесь в отчаянии, что у Вас после начала мобилизации Ваш парень убежал в Грузию, чтобы убежать, не защищать родину свою, и там он работает, живет около года, а Вы тогда не знали, что беременный, когда он убежал, и вот у Вас родился ребенок, Вы собирались пожениться, но когда сказали Вам по телефону, что у Вас ребенок от него, то он перестал звонить и вообще не общается с Вами. Сейчас маленький сын, мама помогает его расти. Вы не знаете, что рассказать сыну, когда он вырастет отца, и как вообще теперь строить свою жизнь после предательства, как простить. Хочу Вам сразу сказать, что не надо предаваться отчаянию, отчаяние – это грех, и мы добровольно впадаем в этот грех, совершаем этот грех. Надо читать молитвы, отсекать это отчаяние, исповедоваться в нем в отчаянии, в унынии, сперяться с волей Божией, и, конечно же, правильно, это начало Вашего вопроса, конец Вашего вопроса, как простить? И действительно надо простить, потому что пока ты не простил, пока ты осуждаешь какого-то человека, который тебя предал или сделал тебе какое-то зло, ты мучаешься и страдаешь, и это абсолютно неправильно, потому что Господь, Он никого не осуждает и прощает всех, кто к Нему обращается с просьбой о прощении. И мы это видим в самый яркий пример прощения Господа, и тогда, когда Его распинали, Он молился за распинатель своих. То есть те, которые убивали, мучили языческие римские воины, которые не просили прощения у Бога. То есть они, многие из них, наоборот, издевались над Христом, мы знаем, да, в притории, то есть в казарме, они Господа кидали вот эти кубики и как фишкой двигали самого Христа, одевая на Терновенец, били Его, смеялись над Ним, били палками по голове и Терновой шипы впивались в Его голову. Но Господь молился за этих людей, Господи, прости им, ибо они ведут, что творят, ходатайствовал за них, чтобы были прощены грехи этих людей. Поэтому Бог прощает так людей, даже тех, которые не обращаются к Нему за прощением, любят и прощают. То есть даже и апостолы, и мученики, тех, кто их убивали, мучили, они за них ходатайствовали и не злобились. Потому что злоба, ну кому она нужна, кому нужна эта обида. Поэтому надо простить. Чтобы простить, я вот знаю, во-первых, самый главный способ, чтобы избавиться от любого греха, это самый главный, наверное, единственный способ с такой силой действенности, это исповедь. Надо поисповедовать, что я не могу простить вот этого человека. Он меня предал, я на Него злоблюсь, я на Него осуждаю, я Его осуждаю, я считаю, что Он мне сломал жизнь, и так далее. Я обижаюсь, что Он поступил не по моей воле, не так, как я хотел, и так далее, и так далее. То есть, вот надо поисповедаться. Причем, вот эти вот наши грехи, о которых мы сейчас говорим, например, грех обиды или самолюбия, это уже не грех, а страсть. Потому что, как правило, мы же не один раз обиделись и все, и простили, а обижаемся на напряжении того-то долгого времени, и, может быть, уже не на одного человека, а и на родителей обижались, и на учителей обижались, на друзей обижались. То есть, это навык наш, греховная страсть, которая так просто не врачуется. Так очень редко бывает, что ты обижался всю свою жизнь на людей, на тех или иных, по тем или иным поводам. И вдруг ты один раз поисповедался, конечно, ты обижался. Раз, и все прошло, и ты навсегда перестал обижаться. Нет, но, как правило, так бывает, если ты один раз обиделся в жизни на кого-то, и поисповедался, и все, и можешь не обижаться, ты свободен от этого греха, от власти этого греха. Но если ты тот или иной грех, в нем прожнется долго, то надо будет чаще всего долго в нем каяться. То есть, кайтесь до тех пор, пока вас не отпустит вот эта обида, то, что вы обижаетесь на вот этого парня, который вас предал и бросил. Но и, конечно же, исповедь, она не может происходить каждый день, особенно в городах, если человек живет не в монастыре, а в миру. Что надо делать еще, чтобы простить человека? Я думаю, два главных таких душевных и духовных дела не надо делать. Первое – это его оправдать, а второе – это его пожалеть. И я говорю это из собственного опыта. У меня были похожие ситуации или похожие ситуации. Очень больно было, очень обидно было, и мучительно было очень долго. Я понял, что надо с этим что-то делать. Я начал человека оправдывать. Вот в 50-м псалме говорится, научи меня оправданием твоим. То есть, Бог может человека научить оправдывать, так как Он оправдывает людей. И вот мы должны оправдать человека. И оправдание идет прямо рядом с жалостью к этому человеку. Но оправдание в чем может состоять? Вот Он меня предал, Он меня бросил. Ну что, но Он еще духовно незрелый. Но Его так воспитали. Ну, такие родители так Его учили. Вот так научили такой преданности Родины. Родины нету. Верности в Родине нет. Верности в жене и в семье нет. Защищать не надо ни семью, ни Родину. Думай только о самом себе. Ты снежинка, ты нарциссик. Может быть, Его так воспитали. Может быть, Он сам так вырос. Это его болезнь, этого немощь. Ну и пожалеть этого человека. Ну что ж, этот юноша, как он живет, и кем он будет, и кто он есть. Есть хорошие русские ребята, которые, да, страшно, да, тяжело. Конечно, это война, это очень страшное, тяжелое дело, подвиг. Но необходимый. Когда вот приходит беда, когда мы перестаем ходить в фрамы, молиться, Господь попускает нам эту скорость, чтобы мы покаялись. Но на войне все воины верующие, все ребята верующие, которые, да, совершают подвиг, у них летают пули над головами, они в окопах живут, в воде по колено, там холодно, там уже, там не так, как в Москве или где-то в большинстве города пошел, пивка попил, поплясал, употребил наркотики. И весело, комфортно, можно покушать, поваляться и повозмущаться, что у тебя Родина плохо тебя кормит. Там все другое в окопе, там все настоящее. Ты понимаешь, что ты должен своей грудью защитить тех людей, которые остались сзади. Вот. И не все на это готовы, к сожалению, ребята. Но это те ребята, которые убежали, ну их не надо осуждать. Это, ну, такие слабенькие, маменькие сыночки. Чаще всего, я уверен, что большинство из них воспитывались без отцов. Многие же поразводили женщины с мужьями, со своими. Или мужья их бросили, или они бросили мужей ради сладкой жизни. И вот такого мальчичка, мальчичечка вырастила женщина. Занюненного, цветочка, дуванчика, думая о себе, спасая себя, живи приятной, хорошей, комфортной жизнью. И вот такие мальчичечки поубегали за границу, прячась, чтобы продолжать как комфортно кушать, спать, есть. Это у них главное в жизни. Вкусно покушать, поспать, поесть, попрелюбодействовать. Никакой ответственности, никого не защищать, ничем в своей жизни не жертвовать. Что там с родиной будет, не имеет значения. Что там будет с семьей, с родителями, с женщиной, которая меня любит, не имеет значения. Главное, чтобы мне было сытно, комфортно, чтобы я мог пьянствовать, кушать, спать, есть и жить безмятежно. Ну, это ж, только жалеть можно таких людей. Ну, что у него дальше будет в жизни? Вот такое вот лишившееся Родины, Одно из самых главных, так сказать, частей нашей души – это Родина, любовь к Родине, патриотизм. Любовь к той земле, на которой тебе Господь сподобил родиться, прожить, вырасти, благодарность к этой Родине, которая тебя воспитывала, защищала, учила, лечила. Многое для тебя сделала эта Родина. Вот. Понимаете, человек лишён Родины, ну, это какой-то очень ущербный такой духовный инвалид, который не способен в том числе и семью защищать. Потому что семья – это малая Родина. Вот. И нести ответственность там за женщину, которую ты взял сам, взял и получал от неё удовольствие, собирался жениться, ну и так далее. То есть надо просто пожалеть этого человека и, возможно, поблагодарить Бога, что он не стал вашим мужем. Потому что чем раньше вот это разорвётся, такое порочное общение с этим человеком, тем лучше. Потому что дальше будет хуже. Если сейчас он предал на самых первых, так сказать, моментах жизни, то дальше, если он предаст, будет гораздо тяжелее. Когда надо будет делить имущество, делить повзрослевших, привыкших уже к родителям детей со склоками, с руганью. И дети это будут всё видеть. И, соответственно, эту травму понесут в свои будущие семьи и так далее. Поэтому за всё, слава Богу. Просто благодарите Богу за всё, кайтесь в том, что вы обижаетесь, что у вас самолюбие от своей воли по отношению к этому человеку. Жалейте его и оправдывайте. Ну, это несчастный человек. Не могу сказать слово «существо». Он не должен, как священник. Просто несчастный человек. Маленький такой, не выросший. Ещё мальчик, который боится, как маленький мальчик, сидя в кустиках. Помоги вам, господин. Спасибо.